Итак, привет, дорогие друзья, дорогие подписчики и те, кто оказался на моём канале впервые. Сегодня я хочу вам рассказать об опыте использования телевизора от компании Xiaomi Mi TV 4S на 65 дюймов. Этим телевизором я уже пользуюсь на протяжении трёх месяцев, и об этом всём я вам расскажу в этом видео. Так что усаживайтесь поудобнее, будет интересно. Ну и давайте начнём с самого главного, для чего мы непосредственно покупаем телевизор и на что мы смотрим всё время, когда мы им пользуемся. Это, конечно же, экран. Экран здесь на 65 дюймов, это IPS-матрица, имеет яркость 500 нит. Яркости этой вполне достаточно для просмотра в солнечную погоду. У меня в доме достаточно много окон, и никакого дискомфорта при просмотре контента на этом телевизоре не возникает. Углы обзора довольно-таки широкие, нет искажений изображения. При просмотре даже градусов 55-60, если вы смотрите, вот, допустим, под углом, то никаких искажений ни цветов, ни изображения нет. Что касается подсветки, на чёрном фоне видны засветы. Вот у меня он виден здесь, вот в этой области. Ну, в основном по краям засветы, конечно, видны. Но это, наверное, из-за того, что цена этого устройства не такая уж огромная, и поэтому используется матрица не очень дорогая. Хотя Xiaomi пишет, что здесь используется подсветка Direct LED, она располагается позади самой матрицы, и, соответственно, не должно быть засветов. Но засветы здесь есть. А так, к этому экрану больше никаких претензий нет. 4К разрешение. Частота 60 Гц. Так, телевизор выполнен из пластика, не сказать, что он очень качественный, но внешне выглядит довольно-таки неплохо. Тонкие современные рамки, экран за счёт своего размера немножечко, конечно, прогибается. Зад тоже выполнен из такого недорогого пластика. Пластика имеется три входа HDMI, HDMI 2.0, один из которых HDMI ARC, который может управлять встроенный какой-нибудь подключённый. К нему, допустим, у меня подключён саундбар. Мы включаем телевизор, и включается сразу же саундбар, и звук идёт на него. Давайте сразу поговорим о звуке. Звук в этом телевизоре на троечку. Я сразу же купил саундбар, потому что звук нехороший. То есть, смотрю с телевизора, классное изображение, и вот такой не очень хороший звук. Ну, сейчас я включу что-нибудь на YouTube, допустим, какое-нибудь своё видео. И можно послушать, какой звук через динамики. Здесь нету никакого ни баса, ничего. То есть, такой высокочастотный звук, как из какого-то приёмника не очень дорогого. Ну, звук неприятный. То есть, если вы берёте такой телевизор, обязательно покупайте к нему саундбар. Что касается начинки этого телевизора, здесь установлено 16 гигабайт встроенной памяти, 2 гигабайта оперативной памяти, и что касается быстродействия в воспроизведении 4K видео, с этим проблем никаких нет, всего хватает. Интерфейс работает быстро. Вот сейчас мы находимся в фирменном интерфейсе этого телевизора Xiaomi. Здесь можно выбирать интерфейс фирменный, Patchwall он, по-моему, называется. И также мы можем выбирать интерфейс обычный Android TV. Вот, переключение между этими двумя интерфейсами происходит довольно-таки быстро. Вот мы можем запустить YouTube. YouTube запускается быстро. Возвращаемся опять в интерфейс. Запускаем, допустим, Netflix. Он тоже запускается быстро. Быстро вот запустили Netflix, запустили мой профиль. Ну и вот запускаем кино. Здесь есть Wi-Fi, есть Ethernet, по-моему, здесь нет. Wi-Fi здесь есть и работает как бы все довольно-таки быстро. Ну вот, как бы видите, сразу запустился в 4K. Сериал с Netflix. Опять мы выходим обратно, запускаем. Вот, YouTube запускаем какое-нибудь, опять-таки, мое видео. Где эти мои видео? Вот, запускаем мое видео про самокат. Кстати, почему-то никто не смотрит. Довольно-таки интересное видео про шейринг самокатов. Дальше вот выходим, запустим, допустим, Google Play фильме. Ну, короче, что касается быстродействия, проблем здесь нет. Телевизионный тюнер здесь довольно-таки неплохой. Навигация происходит с помощью вот такого листа каналов, среди которых можно выбрать избранные каналы, которые будут у вас потом в избранных. и вот таким вот образом листаем каналы. Вот какой-нибудь HD канал выберем. Вот, матч, игра, HD. Ну, вот, как бы, хорошее изображение, поэтому тоже проблем нету с воспроизведением кабельных каналов. Все работает четко, с хорошим разрешением, хорошее изображение. То есть за свои деньги я его покупал за 43 тысячи рублей. Сейчас он стоит порядка 60 тысяч рублей. Это российская версия для России, официальная, купленная мною в... Так, звук этот выключить. Официально куплена в России. И, то есть, проблем с каким-то интерфейсом, с чем-либо другим у меня нет. То есть приятный телевизор за свои деньги. За свои деньги он особенно приятный. И на засветы звук, который я решил с помощью сонтбара, больше никаких проблем нет. Работает замечательно он с PlayStation. Приятно играть в игры на этом телевизоре. Игры идут в 4К. Вот мы запустили, допустим, приставку. Включаем PlayStation. PlayStation, и он у нас сразу же в разрешении 4К. Ну, вот мы запустили игру Человек-паук. Продолжить. То есть работает 4К, работает все быстро. Классно, вот можете посмотреть. Работает HDR, HDR10+, технология здесь используется. Поэтому, ну, в принципе, играть на таком телевизоре в современные игры, это одно удовольствие. Пульт управления здесь, в этом телевизоре, стандартный, который мы можем видеть в Mi Box. Если бы приставочки покупали такие во всех китайских телевизорах, сейчас используются такие же пульты управления. Есть голосовое управление. Мы можем, вот, нажимаем кнопку, говорим, какая погода будет завтра. Также можем включать каналы. Включи первый канал. И он будет включать первый канал именно из кабельного телевидения. Не интернет, первый канал, а тот, который у вас идет по кабелям. По настройкам здесь, в принципе, ничего такого нету особого. Мы можем настраивать здесь интернет. В настройках телевизора мы настраиваем, где здесь настройки устройства, дату, время, клавиатуру можно подключить, питание, изображение, подсветку, контрасты, вот это вот все. Когда запускается контент HDR на этом телевизоре, яркость выкручивается на максимум, и засветы видны еще больше. Хранилище всего места 12 гигабайт. Хотя написано было, что 16, наверное, за счет того, что здесь уже какие-то приложения загружены. Я использую вот этот интерфейс Android TV, он мне больше нравится, чем вот этот вот патч Wall. Поэтому давайте подведем итог. Довольно-таки приятный телевизор. За свои деньги однозначно стоит брать. Приятно его смотреть и в комнате, где много солнца и света, и в темноте, в принципе, не напрягает. Хорошее изображение, не очень хороший звук, нормальное быстродействие. А по косякам я еще вспомнил, что у меня было. Иногда он зависает и перестает подключать вот это само устройство, арк-устройство. Нужно его перезагружать через меню, и тогда он нормально опять к нему цепляется. И еще почему-то постоянно бывает, добавляешь каналы в избранное, и включаешь очередной раз телевизор, из режима сна выводишь, а в избранном ничего нет. Тоже не знаю, какой это косяк, может быть, и программное обеспечение. Но оно обновляется регулярно, поэтому, может быть, когда-то эту проблему пофиксят. Вот такой у меня опыт использования. Коротенький. Если какие-то еще вопросы у вас остались, задавайте, я с удовольствием на них отвечу, ставьте лайк этому видео, для меня это очень важно. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Спасибо за просмотр. Всем пока.